доброго всем здоровья сегодня сегодня мы едем на хутор если повезет начнем крыть крышу и вызвался мне помочь анатолий он же кулинарный блогер кулинар деревню вот как раз вот здесь он и творит свои кулинарные шедевры пытается да более того он меня мне обещал не только помочь но еще и накормить то чем он меня будет кормить и как это он будет готовить это можно посмотреть будет у него на канале наставим если что-нибудь с ним поехали вот кстати навес анатолия уровень он говорит еще меньше чем у меня длина длина намного больше шесть метров у меня 330 и даже у те и не знаю так редко эти дал шах шах они привязаны получается а я между ними еще на подвес и такие вешал ну приедешь посмотришь хотя ты наверно видел работает еще не развалилась не развалилась сколько где между балками тут метра полтора под два будет метр семьдесят точно будет 15 лет ладно не не надо мерить я вижу шок на такую огромную это всего лишь три стропилины все стоит печечка ну печечка я не такую хочу я хочу все таки здесь чего-то мне готовилась о казан ну большие большое расстояние о сити кока то не меряй поехали там будем мерить отойди пятачок отрублю отрежем ну наверно самое будет нудное это подложить его и раскатать руберою сейчас я этими займусь наоборот самое простое Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 пчелам сейчас на платформе дзен мы стали выкладывать свои старые ролики первые там много было вот про этот улей про про пчел и много задают вопросов ну как же как же них содержать пчел удобно не удобно попа ты такая смелая я стамеску забыл пойду заставить один лишь до 3 ящички вот еще раз повторюсь уже дважды это говорил на платформе дзен все старые видео которые мы выкладываем мы подписываем дату так что видите дату на на заставке на на превьюшки прошлых лет знаете это старое интересно смотрите не интересно не смотрите мой 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 так что тут пару слов по этому улью этот улей естественно это и так понятно нет для промышленного пчеловодства нем нельзя добыть очень много меда это улей больше для души не можно посмотреть через стеклышко как они развиваются надо не надо доставлять это чем он хорош тем что не менее я тут лучше около чем он хорош что то есть можно добыть сейчас я уже не полезу уже когда полезу в улицу тут и не постоишь не поговоришь в гнездо можно добыть в нем мед в сотах не нужны рамки они сами все оттягивают это по сути колода с возможностью по рамочной работы то есть если уже вот есть сейчас очень много модно пошло вот это желание добыть вот этот дикий эко мед мед как сто лет назад мед как сто лет назад добыть к сожалению невозможно потому что у нас нет таких диких территорий вот и мне клубничку несешь ну ладно тебе одну и мне одну там еще мальчишкам есть еще пару штучек есть да не до морозов будут не знаю но я вообще не знаю чего она мне сейчас есть чуть-чуть загнивает уже надо было смотреть раньше пока ты успела город весь убрать кое-кто спит на хуторе целыми днями ибо вот что значит жена которая всегда поддержит держу слышишь миша их тоже надо убирать когда вот гнездо чтобы делать ты будешь их убирать совсем мне у меня здесь заставная и и просто переставлю сюда ближе мне надо посмотреть сейчас только здесь да как же давно надо уже не должны переработать вообще да вообще сейчас пчелка осенние она может немного ну вот уже уже сейчас можно выводить вот такие это уже несколько поколений здесь пчел вывелась она уже темная но насчет видео светится мисочки сейчас точно они не страшны да вот сейчас мы пишем вот это не может быть вот сейчас мы вот такие языки будем вырезать и перетапливать а эти брусочки опять будут использоваться точно так же я пошла давай точно так же происходит из с медом мед срезали брусочек который поставили который остался и вот на этих остатках они начинают тянуть новый новый сот новый новый язык сейчас уже через ну спустя несколько лет как ну я пытаюсь водить пчел в этом улье я уже могу какие-то рекомендации дать из кое-что рассказать вот вот здесь вот интересный вот естественно все самостоятельно и оттягивают вот это видно пчелиная ячейка вот это трутовая вот такой пятачок трутовые ячейки заложили все остальное пчелиные это мы наверное еще еще в сезон один раз оставим считается что 30 процентов надо давать новых рамок за сезон вот они начали тянуть и не не оттянули ты будешь оставлять миша рамок в зиму а вот тут светленькая есть вот вот это вот часть получается пчелиная а вот это трутовая поделили видишь как и грамотные поделили надо было я распечатала вот это беленькая что там такое нет 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 вот это вот видишь это просто я думала мужской червячок загнивающий я распечатаю то есть тот тот мед который они запечатали не уже стараются не распечатывать это уже все у них зиму пойдет но сильно большое гнездо поэтому я этот мед распечатывание его еще перенесут ну компакт не сложат то место где будут зимовать здесь здесь можно за ними ну кратковременно посмотреть что у них происходит и зимой открывши дверьку через стеклышко заглянуть ну здесь чуть-чуть есть медику вот как так можно никогда не спать да тут так спать хочется все и здесь чуть-чуть медику есть чего никогда не спят кстати еще чем надо уже рамку точно надо выбраковать чана но она с медом она опять уходит зиму никак и не а что затем чем он этот еще гули хорош и по его размерам вот недавно как я сказал на на платформе дзен прошел ролик старый как я его делал и чем он хорош по размерам что в него очень легко заселить пчел можно купить как он называется пчелопакет пчелопакет это маленькая семья там на четырех предположительно рамках рамках вот вот это верхний брусок додановской рамки боковая и нижняя планка убираются сот срезается даже проволочка торчит это и сюда ставится все пчелы заселены потому что я смотрю видео как заселяют колоды ставят там одну-две рамки они потом начинают их ну в языками обтягивать ну это же вот как потом с него мед доставать это же холодное пчеловодство это самое варварское пчеловодство пускай она самая древняя но самого самая варварская уже вот этот тоже можно сказать его сказать что это колода но зато здесь можно уже цивилизованным методом осматривать пчелы и отбирать мед а чё ты сама гнездо лезешь мне надо посмотреть сколько мёда ты все равно кормить ну понятно дело но зависимости от того я еще до гнезда не дошел даже гнездо вот здесь это у них там на задворках н.з. да ну по чуть-чуть все есть рамочки по чуть-чуть надо сейчас им подлить сиропчика они его до дольют ниже и будем надеяться перезимуют даже или отломалась или не достроена а вот смотри залито напрыск ты сидишь житкой даже с ничего не цветет ну слышишь и с липы это уже нету вот эти как называют пать да у нас же она же уже нет уже ее нету наш они обычно эти листики липа блестят когда есть это пать вот еще остатки расплода не вышедшего а что ты тут посеяла валентина ждешь дождя нет я ее три дня поливала я смотришь уже немножко такие росточки даже там где шланг протекал потом вообще уже такая нормально взошла все надо еще чё помогать тут стою тут вот будет у нас вода напутали ох ты уже развернешься с огородом так и здесь чуть-чуть расплода есть вот это вот сейчас я гляну или матки нету вниз не бегать здесь матка прожди дано на ой зиму матку потерять это беда вот это лучше я возьму лишь покажу камеру все мед есть конечно его небольшое не немного то есть еще подвести итог про улей улей для любительского пчеловодства если ну для того чтобы получить удовлетворение от работы с пчелами для того чтобы понять как как они работают как строят потому что мы вот с этим рамочным пчеловодством постоянно им даем вощину пчелиную потому что они может там только трутовую будет строить нет сразу они строят трутовую а потом как посмотрит что трутовые ячейки у них уже за много и начинают строить пчелину ну и скушать рамочку когда хочется да и и сотах мед здесь получается здесь наверх еще остановится такой грубо говоря магазинная не вожу там да сейчас там еще к нему есть такая можно сказать магазинная наставка и туда точно такие же брусочки речки мы ложим ну естественно они уже не оттягиваются на всю длину а только вот такой полоску вот тоже такой брусочковый мед получать придавил ну придавила ой тут даже мед есть надо здесь распечатать чтобы они туда перенесли прополиса миша много то сейчас болячки всякие нужно было бы по обрезать трошу или уже будем с этого с утра брать так ладно все сейчас скрываю с этим скрой последнюю которую товарищ переносить вот ячейка которая уже нарушена крышечка она уже не герметична и пчелки и обязательно перри перенесут переработают в новую ячейку но я надеюсь они уже ее перенесут ближе к гнезду она у меня она этот уль у меня был на две семьи был отводок или не помню что там и таким чудом она получилось и в две стороны было два вауля причем в это улей был сильнее а туда был отводочек и потом вот здесь в эту сторону менялась матка самостоятельно и что-то она не смогла судя по всему облететься и они все перешли на эту сторону стали жить одной семьей я не знаю такой по весне когда цель ставлю чтобы найти находил давай все это туль я собираю сейчас я еще у меня здесь один что валентина мне все время говорить его надо перевести я все обещаю обещаю никак его не вывезу много корпусный не его осмотреть и съездить в деревню на мою вторую пасеку там сделать ревизию все доску заставную переношу уже немножко сюда чтобы они отсюда выносили мед все это пока на хранение тоже сюда ставим в лежаках чем удобно хранить рамки их можно за доской хранить и когда теплее это теплеет у нас часто беларуси в резкой области они начинают переходить из гнезда за за заставную доску и там изгоняют моль если она там появляется все это тулей все вот мальчишки порадуется мы уже порадовались и порадовались и слышно только на нескольких кустиках я не знаю что за сорт или может просто из-за такой теплой весны осени то есть вот как-то от него немного до кусок мне надо вот тут часть убирать и рассаживать уже новую клубнику то старая пожалуйста классно ой покушать клубнички еще одна смотри какую забыла где на малине еще же ягоды были а ты уже и высохла все это что там было я доел валентина тебе надо в хозяйстве измельчитель сейчас бы тогда все переработала ну вот я так вы загрузила думаю пока у меня времени было то можно было секатором но я хочу измельчить и на компостную яму а так не а так не вывозить у меня три штуки и каждая погода я убираю сейчас прошло рассеял уже мешки на рассаду будет земля на некоторых я был я яблонях и яблоки есть а есть опадает много гниет очень много гниет мышки красивые такие вкусненькие зимой до стоят ли они когда их хотя уже можно было подрывать но будут ли они лежать лишь какой красивый упала все сразу муравьи нападает все обрабатывать надо у нас еще этой бабочки нет посмотрю вот это не она у нас по белоруссии по пинску по брестской области к конкретно в кобрине объявлен карантин на нескольких улицах у нас появляется как она называется американская бабочка съедает все ничего на нее не действует только сжигание у нас вроде пока еще и и нет на нашу улицу еще не добралась ты уже бочку освободила на кормление ну вот этой бочкой кормим пчелок у нас краник а у тебя помидоры до нового года будут в этом году прошлом же было перед самым новым годом взяла все помидоры убрал брала с теплицы перед новым годом улице я уже все помидоры убрала посеяла тут еще есть хватает их тут у меня колеса я почеренковала куда ты их ставить будешь не знаю миша что хочешь делать эти еще стоят на укоренение скоро будут вот это я покупала такое это мои вот это ипомея батат вот это темненькие листики тоже она очень быстро пускает о смотри смотри очень быстро пускают два-три дня кошки корни уже больно недавно срезала когда-то его то надо было биологию растения и а он забыл что надо было подготовить поставить корешок и там на какой день корни появляется там все расписать и расписать и говорю и от есть у меня что-то же как раз весна была мы почеренковали то ли стаканчик посадила учителя еще и подарил вот это тоже которым я на окошке растут они тоже очень классные быстро пускают но еще нету корешков а вот это я не знаю как называется вот тоже такого такие веточки сизого цвета уже пропадает он вьется красиво в горшке но у меня стоял корешки не пустил я его пробовала посадить но не знаю вот один пропадать на на ничего не будет корешок не пускает и в земле пропадает можно уже сразу убрать ничего не будет вот такое бархатца забрала семена будем сеять оранжевые красивые видео в интернете все делают с бархатом с шампанской мишка ну что лекарства делают шампанское можно даже засеять вот хорошо теплиться от всякой заразы это вот помидоры теплиться стоят хотя я тоже хочу засеять помыть все брать новым к помидорчик засей а помидоры пускай пока еще будет так поливать надо они трескаться начнут ну как тебе зайдет там три дня поливала гниль есть да где-то это вершинная гниль они появляются иногда потом как-то я посрывала так особо и не было уже может они участки а цветы зацветут и пчелы отсюда будут набрать нет это хоризонтельно где-то же не мед берут из уже зацветает бутончики это я сама их вырастила пересадила большенькие набираются а это карантин у меня их тут лечу бабочка кто забыл шуруповерт на хуторе в следующем году причем два следующем году не будем так делать но я подумаю накрывать было хорошо но подвязывать не очень на улице ветер сильнее чем теплицы и они колбасит их ветер надо через одну колышки лучше на улице колышком так скоро мы ашут у нас за за норка внутри не вбивал никого нет но зачем никого школьника вот засыпать туда дождевая вода может уходить да так осмотрю еще домики поеду как я говорил на другую пасеку на этом видео будем заканчивать вам как обычно на последок анекдот сказал жене ухожу от тебя вышел иглор громко хлопнул дверью и тут выстрел застрелилась забегаю не шампанское открыла праздновать начало все вам всего хорошего до свидания как обычно главного мира бог даст до скорых встреч пока всем пока сейчас я как говорил поехал на свою вторую малую родину на всю вторую пасеку и здесь черешня сбросила листья и вот уже пошли новые и цветет в сентябре зацвела черешня